Это горловое пение. Сложная техника с необычной артикуляцией в гортане. Она позаимствовала многое от шаманизма, поэтому, как считают эксперты, обладает лечебными свойствами. Коллектив «Алтай-Кай» из республики Алтай под руководством Урмата Интаева уже почти 30 лет создает народные песни, используя этот прием. Ансамбль прославил местный жанр музыки на весь мир и даже попал в книгу рекордов Гиннеса за самое длительное горловое пение. Руки устали, инструментами просто тормознули. Небольшая пауза, 5-секундная такая вот. И зарегистрировали 4 часа 26 метров, а пели 12 часов беспрерывно. Но это очень опасно, конечно, писали страховку и так далее, чтобы голоса не потеряли. Очень серьезная работа. Коллектив объездил множество стран с концертами. Только в Америке они были свыше десятка раз. Выступали даже в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Также они пели в лондонском Ковант Гардене и в театре Лопе де Вега в Испании. В Китае там разными музыкантами, оркестрами по всему Китаю гастролируем. Ну, естественно, не только Китай, Азия, Япония, Малайзия. Бывают там совместные известные музыканты в Америке. У нас Брэнда Джексон выступали с сестрой Майкла Джексона. Ну, естественно, без России как. Россия мы там Надеждой Бабкиной гастролируем. Но все-таки больше всего коллектив вдохновляет родина. Природа и животные – это ключевые образы в их песнях. Особенное место занимают лошади, которых алтайцы до сих пор используют для передвижения в труднопроходимых местах. У нас на инструменте, даже щепковый инструмент называется топ-шур, даже играем. Как будто лошадь идет, как будто... Ну, все с лошадями связано. Урмат Интаев, основатель коллектива, пять лет назад даже создал свое крестьянско-фермерское хозяйство для сохранения алтайских чубарых лошадей. Последние годы аграрии все реже стали содержать скакунов из-за низкой цены на мясо. Особенность алтайских чубарых в том, что они рождаются сразу с пятнами, в то время как другие лошади получают их во время роста. Также у некоторых животных есть белые зрачки. Однако это уже вымирающий вид. Алтайские чубары очень выносливые. Особенно это заметно в морозы. По словам исследователей, они представляют большую историческую ценность, поскольку древнее лошади Прижевальского. Я здесь-то их люблю, здесь-то занимаюсь этими лошадями. Впервые я даже придумал для разведения этих лошадей скачки на чубарах лошадях. А там позже сделал борьбу от Токуреш, борьбу на верховом лошади, именно на чубарах лошадях. Это мы провели в Лаганском районе на празднике. И до сих пор тоже проводим, даже песни сочиняли про чубарах лошадей. У Урмата Интаева три косяка лошадей. Сейчас он пытается получить дополнительную землю, чтобы было место для покоса, пастбища и конюшни. Расширение также позволит полноценно заниматься селекцией. Несмотря на фермерскую работу, он по-прежнему находит время на сочинение новых композиций. С начала года коллектив Алтай Кай работает над новым альбомом. Его концепция заключается в том, чтобы совместить горловое пение с современной компьютерной музыкой. Даню Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.